В Пушкинском музее открылась выставка, посвящённая обряду бальзамирования в Древнем Египте. На ней выставлены не только предметы заупокойного культа, там саркофаги, портретные изображения, амулеты, но и сами мумии из собрания музея. И вот одна из особенностей этой выставки совершенно неожиданно перекликается с темой фильма, важного в истории египтомании в кино. О создании его мы говорили в прошлый раз. Это первый фильм на тему истории обожившей мумии, который был снят в Голливуде немецким режиссёром Карлом Фройдом в 1932 году. И удивительно, но по прошествии почти 100 лет целый зал этой выставки как раз и посвящён такому в духе современности, в 3D, оживлению мумии, древних вот этих мумий. На экранах, которые основные в этом зале, время как бы оказывается словно повёрнуто вспять. И на наших глазах вот эта мумия обрастает плотью и оживает. История с ожившей мумией в фильме Фройнда – это только зачем? Это такое вступление. Оно отнесено к 1921 году, то есть за год до открытия гробницы Тутанхамона. И, собственно, сама эта гробница несколько раз тут будет косвенно присутствовать. Часть съёмок фильма «Натурных» велась в Египте. Ну вот, начиная, мы видим, так сказать, место, где якобы найден был этот мумий и этот папирус. Это западный берег Фив, заупокойный храм царицы Хаджипсу, знаменитый, вот как он выглядел тогда. Вот тут на западе Фив, где находятся гробницы фараонов и знатных особ, и археологи в фильме и находят мумию жреца Имхотепа. Ну вот они взяли это имя. Шкатулка, которую вот так не терпится в фильме открыть молодому учёному, это такой, вот посмотрите, такой египтизирующий артефакт на тему египетских шкатулок и саркофагов из, конечно, гробницы Тутанхамона. Углы его фланкируют золочённые фигурки бога Тота, вот с головой ибиса и папирусом в руке. Это сделано по аналогии с вещами из гробницы Тутанхамона, только там углы фланкируют фигуры богинь. Собственное действие фильма перенесено в 1932 год, то есть в год выхода фильма на экраны. Мы видим опять новую экспедицию уже Британского музея, которая опять приехала в Фиво. На этот раз уже место съёмок, естественно, Калифорнийской пустыни. И Тутк археологам, один из которых, Фрэнк, сын руководителя вот той прошлой экспедиции, которую нашла мумию Имхотепа, к ним приходит такой странный египтянин Ардет Бей. Но зритель, конечно, сразу узнаёт Бориса Карлова, по лицу этот перстень и понимает, что он-то и есть вот эта ожившая мумия. Ардет Бей дарит археологам древний артефакт. Что это? Частичка погребальных даров принцессы Анхен-Амон, дочери Амин-Уфиса Великолепного. Он прав, здесь её имя. Анхен-Сен-Амон – это имя супруги Тутан-Хамона. Изображение, которое мы видим на памятниках из гробницы. Она всегда вот рядом с юным царём. И она действительно была дочерью Эхнатона, ну и, соответственно, Нефертити. Находка гробницы вот этой царицы Анхен-Амон в фильме, она как бы повторяет историю открытия гробницы Тутан-Хамона. И ступени вот эти спускающиеся вниз, и вот эти арабы, кстати, поющие во время работы, это Болдерстоун сам наблюдал, когда там был фиг. Сюда, скорее! Её имя – Анхен-Амон. Печать с именем Анхен-Сен-Амон, конечно, условно показана здесь, но иероглифы, которые входят в написание имени Амона-Ра, тут действительно фигурируют. Печать с семью шакалами. Ну, а вот печать с этими семью шакалами – это, конечно, выдумка, но правдоподобная. Вот как выглядела в реальности печать Фиванского некрополя, которая стояла на двери, на дверях погребальную камеру, и на саркофагах Тутан-Хамона, и который видел Болдерстоун, она была заснята и на фотографии. И мы видим, что печать здесь изображает Анубиса, бога с головой шакала, который изображён сидящим над фигурами девяти пленных. Так что, ну, понятно, что семь шакалов более эффектно смотрится. Газетное сообщение, в котором мы читаем, что сокровища найдены экспедиции Британского музея, попали и выставлены в Египетском музее в Каире. И вот видно, что в качестве маски на саркофаге принцессы в газете воспроизводится крышка золотого саркофага Тутан-Хамона. Ну, конечно, в те годы это был самый узнаваемый памятник египетского искусства. Перед нами теперь здание самого музея, так хорошо знакомое. всем любителям египетского искусства по всему миру. Мы видим центральный холл музея с этим видом на второй этаж, где и как раз вот тогда и были выставлены, и, в общем, и до сих пор находятся сокровища Тутан-Хамона. Ну, вот это уже, конечно, студийная реконструкция. Дело всё в том, что экспозиция, сама предмет из гробницы Тутан-Хамона, в начале 30-х годов только готовилась. Она полностью открылась только в 34-м году. Поэтому в фильме, так сказать, это воссоздано всё условно. Ну, вот этот макет саркофага, который повторяет реальный гранитный саркофаг, который так и остался в самой гробнице Тутан-Хамона. Это канопы, в отдельной витрине мы видим украшения. Это всё, конечно, приблизительно. Но вот этот алебастровый сосуд, который так вот стоит как бы в углу, он повторяет подлинный. Дело всё в том, что в гробнице Тутан-Хамона было найдено, ну, среди огромного количества, конечно, фантастических вещей, которые тогда произвели на всех невероятные впечатления и вызвали целую волну кэшбурт-арений, было найдено несколько вот таких уникальных алебастровых сосудов. Они, конечно, настолько поражали воображение, тогда их воспроизводили ведь не только в специальных изданиях, но и в газетах. И в тексте вот тут отмечено специально, что они служили ароматизаторами своего рода. И внутри сохранились остатки мазей, которые как бы на момент даже открытия источали такой слабый запах. Вот как сейчас это выглядит в витрине, в экспозиции Каирского музея. И, ну вот, приблизительно это всё было воссоздано. Видимо, вот эта ваза послужила образцом. И, кстати, даже в последующих фильмах на эту тему вот этот макет, видимо, остался на студии, и он так и использовался. Ну вот у саркофага с мумией стоит Ордет Бей. А лицо принцессы мы видим на крышке саркофага, и затем сразу же переносимся в такой фешнебельный Каирский ресторан, где видим такую юную леди, но с теми же чертами лица, что и на саркофаге. Ну, это Голливуд, понятное дело. Нет такого отеля или ресторана, чтобы вот так вот можно было из его окна увидеть пирамиды. Ну вот здесь как раз и начинается развитие второй линии сюжета. Девушка, черты лица, которой так напоминают маску на саркофаге принцессы, это Хелен Гровинер, дочка губернатора Судана, по матери египтянка. Музей закрывается, но Ардет Бей не хочет уходить, и после закрытия, видимо, он остается в зале и читает тот самый папирус Тотта, с которого начинался фильм, и он несколько раз произносит имя принцессы. И неожиданно на этот зов откликается Хелен, и вот как сам Намбула, она уходит из ресторана. Аксена. Нептюре актой. Имотэ. У входной двери в музей она падает в обморок, и ее спасает Фрэнк, один из двух археологов, которым Ардет Бей указал местонахождение гробницы. Как я здесь оказалась? Мы вас сюда привезли. Мы с отцом. С вами случился обморок. Между героями, как видим, возникает симпатия, и это, конечно, очень важный такой, так сказать, сюжетный ход, который обеспечивал внимание зрителей. В вас течет египетская кровь, правда? Да. Надеюсь, про принцессу-то вы читали? Значит, это вы ее нашли? Да. 14 ступеней, ведущих вниз, и невскрытая печать, это все было очень волнительно. Потом мы перешли к одежде, драгоценностям и предметам туалета. Неужели вам нужно вскрывать гробницы, чтобы встретить девушку, достойную вашей любви? Вот это да. Теперь я понял, что у вас такого особенного. Ее голова была чем-то похожа. Под влиянием Чарварда Дэдбэя Хелен приходит к нему домой. Мы видим, как этот верный пес, ее чувство недоброе, упирается. Вот эта мистическая связь между древнеегипетской принцессой и современной египтянкой, это такой третий сюжетный поворот в фильме, который тоже с тех пор стал непременным для всех ремейков.